Работа должна идти на всех уровнях. Школа, учреждение дополнительного образования, управление молодежной политики, администрации города и, конечно же, сами родители. Для того, чтобы школьник не потянулся за синтетическими наркотиками, например, с пальцем, важны любые профилактические мероприятия. Большую роль играют доверительные беседы. Во всех студенческих аудиториях города проведены большие встречи с главой города, с руководителем службы госнаркоконтроля по городу Сочи, с нашим главным врачом наркодиспансера и, самое главное, с людьми, молодыми людьми, которые прошли этот ужас заболевания наркомании и сейчас находятся в состоянии ремиссии. Начальник управления по образованию и науке Ольга Медведева сообщила, что в городе развернута огромная работа по занятости школьников в неурочное время. Заполнены все спортшколы и учреждения дополнительного образования. Некоторые школы принимают на работу педагогов, которые занимаются с ребятами исключительно в кружках и секциях. Но одна тысяча сочинских подростков пока так и не нашла занятий по душе. На заседании антинаркотической комиссии поставлена задача в самое ближайшее время, может быть, за счет привлечения родительских сил обеспечить детям занятость. Есть примеры родительских любительских объединений, которые как раз и образуются с целью отвлечь детей от улицы. На заседании шла речь и об адресной работе с трудными подростками. И о том, как СМС-рассылки будоражат и взрослых, и детей предлагают купить через интернет мефедрон, амфетамин, соли и смеси. Интернет-пространство позволяет это все делать. И несколько из последних задержаний, когда вытаскивали организаторов сбыта из-за границы, вообще там находились они. И благодаря международным соглашениям о правовой помощи доставали их и оттуда. Доставали оттуда и всю эту грибницу, всю цепочку. Есть претензии и к реализации лекарственных препаратов детям до 18 лет. За нарушением правил фармацевтической деятельности закрыты в нашем городе две аптеки на остановках «Звездочка» и «Приморье» по адресу шоссейные 2 и курортный проспект 99. И взрослые, и подростки могут на сайте управления по образованию науки в разделе «Электронный ящик доверия» либо сообщить информацию, либо обратиться за помощью к психологу. Также на сайте администрации города есть раздел «Антинарко». В интересах всех, если беда пришла в дом, не бороться с ней в одиночку. Необходимо задействовать все ресурсы, чтобы оградить ребенка от наркотической зависимости. Как правильно это сделать, готовы рассказать во всех социальных учреждениях Сочи. Елена Всецына, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.